привет всем в этом видео мы сравним вот эти вот телефона и да конечно это немножко глупо да и такой безбашенный конечно то что решил все-таки сравнить эти два смартфона и не судить строго потому что ну и так и ясно что iphone это iphone ридмино вот 8 про это ридминот 8 pro но столкнем их лицом к лицу и просто сравним перейдем комплектации сначала посмотрим ридми нот 8 про хотя будем одинаковых открывать и огромный плюс ридми к огромнейший плюс то что у них в комплекте идет чехол которого нету с айфоном вы прикиньте телефон может упасть разбиться и xiaomi это предусмотрели они положили чехол из-за этого у меня на телефоне меньше царапин у меня больше времени мне не нужно заказывать чехол ждать его где-то покупать у меня уже есть в айфоне этого нету я хожу с айфоном без чехла и он у меня может любой момент упасть и все это огромнейший минус смотрите что в комплекте идет с айфоном документация всякие бумажки наушники ну конечно плюс в айфону то что это наушники а плюс у ридми это то что в нем шел чехол тут наушников у нас нету вроде минут 8 про в айфоне нету чехла в этом тоже всякой документации тут скрепочки привычка сохранять все вот эти штуки не знаю зачем добавляем еще один огромнейший плюс в сторону ридми ноут 8 pro это то что с ним идет огромнейший блок питания он очень мощный вы просто сравните их по толщине насколько больше и мощнее блок питания у ридми ноут 8 pro и у нас есть qualcomm quick charge быстрая зарядка телефон у меня заряжается вообще быстро iphone реально заряжается намного больше из того что тут какая-то дешевая дешевая дешевый блок питания у меня такой же есть от китайского айфона с я сейчас это даже покажу вот блок питания от iphone с я с алиэкспресс и сравните блок питания с телефоном за пятьдесят тысяч на главных не перепутать а то потом ну они практически да не одинаковый из блин так как какой у нас это моего то ну короче до быстрой зарядки у нас с айфоном из комплекта нету вся слушая перепутал блоки питания сейчас потому что еще заряжал айфон и он был горячий вот этот вот значит от моего я сейчас реально перепутал преимущество за родни ноут 8 про у него есть чехол который защитит мой телефон от падения и царапин у него есть большой блок питания чтобы телефон быстро заряжался а у айфона нету чехла нету нормального блока питания чтобы заряжать но есть неплохие наушники которыми даже еще не пользовался но все равно тут по комплектации redmi note 8 pro у нас однозначно победитель переходим теперь к самим смартфоном так вот они выглядят этот наклеил пленочку немножко кастом на телефон у меня получился давайте их теперь включим у айфона кнопка включения находится справа у redmi note 8 про тоже справа но смотрите у redmi note 8 про кнопки находятся но регулировки громкости тоже справа как бы мы пальцы можем включить выключить телефон и тем же пальцем мы можем поменять громкость в некоторых случаях это плюс в некоторых минус но на айфоне у нас и кнопки находятся на другой стороне и я правша и для меня это не сильно удобно приходится перехватывать телефон но также скажу что в некоторых случаях удобно вот это вот раскладка кнопок когда у нас все на одной стороне а в некоторых удобно как на айфоне же у нас и на редми ки крышка из стекла и на айфоне из стекла а тут у нас хоть и пластиковая рамка но есть задняя стеклянная крышка это придает телефону такой знаешь ну солидности он выглядит круче ощущается более дорогим какой из них быстрее включится одновременно зажимаю кнопку включения первый у нас загорелся redmi и сразу тоже видно отличие экрана за 50000 экрана за 18000 то что черный цвет он не такой черный в принципе это не страшно но в темноте это очень сильно заметно это как бы хотя оба экрана у нас на айпес и как мы видим айфон у нас тут выигрывает ну конечно у айфона покруче процессор будет redmi note 8 pro на секунд пять включился позже но отставание конечно не сильно критическое но тут у нас айфончик получше оказался принципе у redmi note 8 pro тоже прикольный экран у него хорошее разрешение она выше чем у айфона как бы плотность точек пикселей на дюйм у айфона она меньше сразу можете посмотреть на рамки на айфоне они вообще огромные на редми такие тоненькие ну редми реально ощущается таким более израёмочным что ли но родным тоже неплох в этом плане у родной тоже хороший экран переходим к корпусам смотрите главное отличие это то что на айфоне у нас крашеный алюминий на redmi note 8 pro у нас крашенный пластик не знаю что на практике лучше некоторых случаях пластик неплохо некоторых случаях алюминий неплох но оба они будут царапаться оба они будут протираться но мне кажется алюминий все-таки поприятнее он такой холодненький иногда бывает и просто ощущается телефон из-за этого поприятнее а на редми note 8 pro я сначала тоже подумал что металл но потом увидел вот тут то что это просто пластик покрашенный но если не знать что это пластик то можно даже себя обмануть и просто подумать что это металл потому что он блестит как металл но другие люди точно будут думать что у вас металлическая рамка по весу iphone окажется тяжелее района чуть-чуть там на пару десятков грамм полегче будет на айфоне у нас одна камера сзади а на редми note 8 pro у нас раз два три четыре камера и еще с лицевой стороны по одной две камеры за 50000 и 5 камера за 18000 просто редми note 8 pro в плане камеры он будет поинтересней потому что тут есть и макро тут есть и ширик тут есть и портрет айфон тоже умеет портрет делать но он это делает программно ритмик может это все делать с помощью линзы если так технически углубиться то у айфона конечно камера она более профессиональная на более дорогая более крутая ритмена тоже неплохая но все это реализовано похуже подешевле это и так ясно но просто сам интерес то что камера больше больше каких-то возможностей вот на ритме можно тоже сделать нормальные фото и потом уже в редакторе его подредактировать и будет не хуже чем на айфоне это я уже кстати проверял даже в плане видео я их сравнивать не буду потому что тут айфон будет в любом случае победитель потому что снимает он видео очень даже круто нежели чем ритме тут у нас доступно 4к 60 fps а тут только 4к 30 fps также на айфоне есть обчить оптическая стабилизация что нету на ритме но если учесть то что лично я видео снимаю такие обычные бытовые очень редко на айфон считаю мне эта стабилизация не сильно нужно я вот снимаюсь только для ютуба чтобы нормально хотя я снимаю на youtube с айфона 1080p 60 fps я это могу делать из редми 1080p 60 fps поэтому тут разница для некоторых людей будет не сильно критическое сейчас у меня телефоны выключены давайте их включим одновременно зажимаю кнопку включения 1 у нас загорелся редми и сразу тоже видно отличие экрана за 50000 и экрана за 18000 то что черный цвет он не такой черный в принципе это не страшно но в темноте это очень сильно заметно это как бы хотя оба экрана у нас на основе айпес точнее по технологии айпес выполнены и как мы видим айфон у нас тут выигрывает ну конечно айфона покруче процессор будет редми нот 8 про на секунд пять включился позже но отставание конечно не сильно критическое но тут у нас айфончик получше оказался у айфона есть огромная челка а у редми нот 8 про нету такой челки у нас тут маленькая капелька и в целом экран кажется таким более безграничным чем на айфоне у айфона огромные толстые рамки а у родной рамочки тоненькие даже вот нижняя рамка она конечно вроде бы чуть чуть больше но остальные рамки они не такие толстые как на айфоне и конечно на айфоне это обусловлено обусловлено челка тем что тут у нас есть технология файса иди и она заменяет и сканер отпечатка и вообще любой вот пароль у нас все только по лицу и это работает хорошо круто на редми нот 8 про у нас тоже есть разблокировка по лицу но она не на таком уровне чтобы она работала и банковских приложениях разных потому что на андроидах это степень защиты считается не слишком надежный но тут у нас есть отпечаток пальца а на айфоне его нету попросту нету вот не знаю на айфоне просто нету выбора на раз минут 8 про у нас есть выбор или сканером пользоваться или разблокировкой по лицу не всегда это удобно но это есть посмотрим сами экраны по яркости кто у нас будет ярче на белом цвете но я думаю все таки что это будет айфон ты так ясно что на айфоне экран будет покруче по своими технологиями но смотрите не знаю видно вам или нет но в живую видно то что на айфоне экран он поярче по насыщенней а редми нот 8 про такой более тусклый но блин разница 30 тысяч переплата вот за эти экраны 30 тысяч рублей я бы не сказал что тут настолько критическая разница принципе как рано на редмики ты быстро привыкаешь давайте теперь на белом посмотрим чисто самую минимальную яркость которую можно выбрать потому что я иногда ночью пользуюсь телефонами и на самой минимальной яркости им достаточно комфортно пользоваться вот сравните посмотрите предминут 8 про у нас темнее он нам дает возможность сделать экран менее ярким чтобы было удобно пользоваться и вживую это еще сильнее видно то что на время у нас такой экран прям темный-темный основной прикол айфона 10 и 11 то что у них низкое разрешение экрана нежели чем на редми у нас как бы на редми плотность пикселей на дюйм она больше не тот не помню точных цифр но чисто если присматриваться к мелким объектам можно увидеть какую-то зернистость на айфоне если сильно так присматриваться а на редми этого просто не видно на редми в этом плане экран покруче будет но все равно по своим технологиям по цене по качеству экран будет естественно лучше на айфоне но разуме в этом плане он не сильно хуже как бы все-таки 18 тысяч и 50 переплата блин 32 тысячи рублей вот за эти экраны сейчас проверим углы обзора какой телефон круче по углам смотрите iphone конечно немного некорректно их как сравнивать но я думаю вы увидите разницу то что ее практически нет чисто на глаз если смотреть то редми он более искажает цвета чем айфон на айфоне они такие остаются при любом угле одинаковы родник он немножко искажает цвета какая-то подсветка видно на айфоне в этом плане лучше но если чисто смотреть на информацию на экране то она остается и никак практически не искажаются из-за этого тут в принципе в принципе ну понятно что iphone лучше будет но рейд не он хуже просто на чуть-чуть всегда надо держать в голове то что переплата между ними 30 тысяч рублей даже на просто 30 тысяч рублей можно купить охрененный android на эту переплату также что входит в копилку плюсов у redmi note 8 pro по сравнению с айфоном это то что у него комбинированный лоток sim-карт можно вставить одну сим-карту и одну флешку либо две сим-карты без флешки а на айфоне просто можно вставить одну сим-карту но айфон в этом плане тоже не сильно отстает потому что у него есть есть sim но в россии эта технология пока что не сильно развита сейчас хочу рассказать про влагозащиту на редми и обмету на айфоне есть влагозащита ip67 это означает то что его можно грубо говоря можно помыть под краном на него могут попасть капли конечно серый упадет в воду ему возможно будет конец возможно не будет но если айфон упадет воду то с большей вероятностью телефон у нас выживете с ним все будет нормально его можно спокойно там я не знаю под краном помыть быстренько и ему ничего не будет можно просто на небольшое расстояние под воду погрузить и тоже ничего не должно быть с ним ю тубе вообще много примеров сам я так никогда не сделаю но в случае чего если они упадут в воду то айфон с большей вероятностью выживет и сэкономит вам деньги а редми скорее всего придется уже покупать себе новый телефон айфон в этом плане лучше но помню что этот стоит 50000 этот стоит 18 в плане прошивок и поддержки обновлений от разработчиков смотрите на районе note 8 pro у меня стоит 10 самый последний android его я установил неофициальным способом сам и на айфоне у нас стоит самая последняя прошивка как бы на рынок еще прилетит официальный 10 android потому что у меня сейчас бета стоит на десятом андроиде и скорее всего скоро и глобалка будет на десятке поэтому и редми у нас будет поддерживать самую актуальную версию android и iphone но в плане своей долготы долготы ширины redmi note 8 pro поддерживаться будет меньше я думаю 11 android он скорее всего не получит максимум 10 и на этом все закончится iphone еще где-то года три сто процентов будет получать самую последнюю версию будут прилетать какие-то обновления на рейдинг тоже но очень и очень редко поэтому iphone в плане поддержки вы сами знаете что лучше всего брать iphone потому что даже какой-то старый iphone с я до сих пор получает те же обновления что и вот этот вот 10 iphone ну прям прилетает воевестом 13 1.4 и сюда тоже прилетает айс 13 1.4 это прикольно это огромный плюс в копилку айфона и неважно какого даже в самого дешевых даже у самого дешевого айфона который стоит два раза дешевле чем redmi вот он 6000 рублей вот он 18 тысяч рублей даже у этого айфона есть поддержка долгая поддержка обновлений поэтому в этом плане у айфона заслуженный плюс потому что его хватит надолго родные в плане актуальности меньше да и вообще любой смартфон на андроиде кроме пикселя в плане обновлений он плохо по поводу камер да понятно что iphone в плане камеры это очень даже хорошее устройство андроиды в плане камеры это не самое лучшее решение но просто если смотреть на цифры то в ридми у нас 64 мегапикселя в айфоне у нас 12 как я помню но не больше 12 это точно 12 мегапикселей и 64 ридми в плане камера смотрится достаточно таким интересным вариантом потому что что покупая рынка вы получаете кучу разных интересных фишек там широкий угол также модуль 64 мегапикселя покупая айфон вы просто получаете хорошие снимки тут все так мало всяких режимов прикольных а ридми можно так настроить есть тут так макро режим это прикольная штука на самом деле можно просто прям мельчайшие объекты фотографируют на близком расстоянии и планет такой вот интересности до рынок в этом было круче а в плане какого-то серьезного контента там записи видео какие-то фотографии с большей насыщенностью с большей реалистичностью в этом плане iphone будет лучше но он менее интересен по сравнению с рынком потому что на реально куча всяких камер куча всяких режимов и это интереснее выглядит смотрите я сфоткал коробки и текст который можно разобрать детальный на рынке просто посмотрите это сами своими глазами то что на айфоне я не могу настолько близко плюс приблизить на редми я могу очень близко приблизить само фото также она просто более более детальным может быть на видео это не сильно заметно но по факту по факту вот этот вот нижний текст на айфоне он просто разумеет она рядом можно даже что-то попробовать прочесть iphone слабее оказался арене к в этом плане выиграл потому что у него есть 64 мегапикселя камера которая фоткает сюда мелких деталей сколько раз ты говорил я фоткал из окна машину а машина находилась далеко и я мог разглядеть ее номер хотя мои глаза мне зрение хорошее но даже я глазами не вижу номера машины с редмика я этом смог . как бинокль такой также что касается видео iphone у нас умеет снимать в режиме 4к 60 fps рейден только 4к 30 fps 60 к 60 fps конечно круче будет вот и также тут у нас есть оптическая стабилизация на айфоне а на рынке ее нету есть только программная и iphone ну просто так ясно что в iphone достаточно крут в плане видео даже iphone с есть ему сейчас сравним с вот этим тренингом то тут камера она может быть похуже будет но не сильно потому что все iphone они в плане камеры очень хороши в плане конкретно видео записи так в плане фото сейчас я вам покажу я сделал парочку снимков смотрите я сделал фото на фронтальную камеру с одинакового расстояния и на рынке камера на больше больший угол имеет просто на рынке больше деталей влезает само фото на айфоне фото такое более приближенное мне кажется в этом плане рынок покруче будет то что ну как будто какой-то широкий угол она имеет это плюс смотрите в плане деталей сейчас посмотрим чем этом на лице плане деталей даже не знаю судить вам мне кажется если вот чисто на глаз свод смотря на экран телефона с которого я записываю мне сложно понять а вот в реальности глазами что я вижу но если в плане каких-то мелких деталей то iphone оказался лучше родник как-то он более все смазал вот и я думаю это даже можно исправить какой-то режим бьютификации короче это я думаю исправимо потому что на рынке не настолько фиговая камера нормально она снимает тоже посмотрите разница между этими снимками в 32 тысячи рублей просто разница 32 тысячи рублей и разница на нем с ним не столь критическая что видно что какие-то холодные цвета у нас на родном кино это все поправим поправимо в редакторе любом просто добавляйте больше тепла характеристика айфонов такая что точнее характерная черта то что они постоянно делают более теплые фото вообще любое фото но на айфоне выходит более теплым не знаю может быть это такая фишка чтобы больше привлекала что ли фотографии потому что теплый фото реально так более приятным глазу нежели чем холодные холодных вот тоже можно добавить таких приятных цветов поэтому это все поправим и тут в плане камеры даже не знаю что сказать в каких-то случаях на рынке будет прикольное фото каких-то случаях на айфоне тут даже просто ничью даю сейчас на основные камеры я сделал фотки в темноте давайте посмотрим на разницу разница конечно есть но она не слишком ощутимо в плане деталей сейчас мы увеличим изображение что посмотрим чем это на ноутбуке светится нифига смотрите что в плане деталей в плане деталей опять разный у нас рвет айфон в плане деталей до народный тут как-то больше более детальное фото у нас вышло нежели чем на айфоне ну конкретно в этом снимке да родимся лучше показал и нету каких-то тупых засветов короче в этом плане рынок обошел айфон также фото улице на улице сейчас темнота и ночью тут у нас уже вступают в силу всякие алгоритмы но ночные режимы я не включал вообще на айфоне его нету а на роднике он есть но в этом случае ночной режим вообще не нужно но так если в общих чертах смотреть на обоих снимках все достаточно на высоком уровне если смотреть на какие-то мелкие детали блин тут на фото нравится на ритмик она более приятного планета деталей сложно судить что-то потому что на айфоне у нас все в каких-то зернах реально зернистые фото она родим такого нету более такое фото плавные рейдмик чуть-чуть поприятнее в плане вот именно цветопередачи iphone это все-таки такая нишевая фигня в плане камеры потому что конкретно с айфона лучше всего записывать видео лучше всего вести какие-то влоги блоги снимать что-то постоянно редактировать на айфоне это все удобнее и качественнее и ну айфон грубо говоря создан для этого на мой взгляд на ридми тоже все неплохо но ридми это не как бы камера в ридми это не главные черта главный его плюс то что он дешевый хороший по своим характеристикам а вот в айфоне именно главный плюс эта камера то что в айфонах всегда очень хорошая камера в плане видео так если обычные фотки делать то они будут примерно одинаковые мне интересно насколько быстро эти оба телефона отрабатывать себя в пысковых запросах придем теперь на сам сайт мне кажется на ридми страницы загружаются просто моментально ну-ка а сайт apple тупо сайт apple давай айфон покажи как ты заходишь на свой любимый сайт но тут мне кажется да хотя страница все равно на айфоне она погружалась андре для нас сразу загрузилась просто на ридми как-то это все открывается намного быстрее не знаю с чем это связано может быть на айфоне анимация это мешает но просто посмотрите насколько быстрее открывает саму страничку сам сайта и редмик он это делает попросту быстрее ну да android это этот это твой стиль стиль лагать непонятным образом давай-ка посмотрим как он откроет яндекс до районе у нас оказывается быстрее вот это поворот я думаю конечно что их он в этом плане будет быстрее ну-ка сайт яндекса тупо пока iphone переключает анимацию мы уже попадаем на сайт вот этот вот плюсик заслуживает редми своей скорости открытие ну и в общем в своем быстродействии кстати мы сейчас открываем приложение одинаковые посмотрим кто быстрее открывает контакте одновременно кто быстрее загрузит об рынок оказался быстрее давайте еще откроем сбербанка достаточно тяжелое приложение об посмотрите как рынок быстро его запустил да вот единственный минус на рынке то что нельзя интегрировать сам сканер лица ну точнее разблокировку по лицу в такие банковские приложения вот только можно либо пальцем либо пароль водителя на айфоне попросту нету сканера и весь упор чисто сделан вот на эту челку тут всякие датчики просто лицо подношу и все у нас открывается сбера среди какой богатый напоследок откроем youtube кто быстрее redmi или iphone тут у нас айфончик оказался быстрее короче ситуация странная в некоторых приложениях у нас побеждает redmi в некоторых побеждает iphone даже не знаю с чем это связано но тут я честно скажу не скажу кто победитель потому что то у меня на айфоне быстрее то у меня на редми быстрее а в плане вообще серфинга в интернете у нас xiaomi победил потому что он открывает что за волос потому что он открывает сайты быстрее он ищет их быстрее вот тут уже интересно может быть на айфоне какие-то там анимации из-за этого он так медленно открывает но чистотный глаз рынок у нас в плане быстроты уж точно не хуже даже может быть получше будет чем iphone хотя у айфонова у айфонова в айфона достаточно крутой процессор даже на данное время блин у айфона на самом деле пару лет назад был вообще топовый процессор он в antutu набирает где-то 420 тысяч на данный момент вот прямо сейчас redmi набирает 280 тысяч разницы ну разница конечно велика но вот конкретно в приложениях как мы уже убедились и в поиске на каких-то сайтах то тут у нас блин стран даже третье какие отличия у нас в плане antutu на рынке у нас 285 тысяч баллов на айфоне 420 тысяч фона конечно хватит еще лет на 5 комфортного использования а редмика где-то на 2-3 года уже как бы этой мощности ну в принципе часто очень хорошая мощность но через пару лет этого уже будет не хватать айфон будет в этом плане выгоднее но все-таки ценовая категория у нас разным короче 135 тысяч баллов это разница между этими телефонами разница в деньгах 32 тысячи разница в числах на antutu 135 тысяч но я может ошибаюсь но примерно где-то 130 тысяч точно есть не слишком огромнейший разрыв потому что ну разрыв по деньгам огромнейший а вот разрыв в числах я бы не сказал что сильно огромный есть айфона хватает чтобы играть чисто во все игрушки на самых-самых максимальных настройках а вот уже редми кто же нам дает возможность играть на высоких но не во всех играх можно выставить там более высокие настройки например тот же самый фортнайт на роднике он идет в 30 кадров на айфоне в 60 конечно iphone дико греется от фортнайта но игрушка идет прям идеально плавно да на рынке только 30 но переплаты блин 30 тысяч даже за 30 тысяч можно купить флагман какой-нибудь от xiaomi который будет такой же по мощности как iphone просто на разницу между этими телефонами люди переплачивают чисто за бренд чисто за яблочко смотрите что у нас в плане автономности ну вот в плане того сколько телефон держит свой заряд и смотрите на айфоне у нас почти 3000 миллиампер антон 2900 с чем-то 2940 вроде на редмите у нас ровно 4500 миллиампер и по личным ощущениям редмика живет чуть дольше чем iphone конечно зависит от того насколько вы интенсивно пользуетесь телефоном но что редмика хватает на день с половиной такого умеренного использования что айфона конечно психически и психологически не знаю как это объяснить мне все равно кажется что айфон поменьше держит заряд как-то рынок он в этом плане просто ощущается получше и вот я пытаюсь понять кто дольше мне кажется что все-таки редмика потому что но детальное сравнить не могу но чисто по опыту мне кажется да что рынок подольше держится у него и батарея все-таки больше поэтому до плюс уровень огромнейший то что у него хорошая батарея большая раньше все говорили типа в редмиках нету nfc типа это дешевая линейка такая бюджетная но смотрите бренды note 8 pro у нас есть nfc мы можем использовать его как кошелек для бесконтактной оплаты и это работает все нормально на айфоне это тоже есть поэтому блин если учесть что редмика у нас грубо говоря дешевый iphone дорогой и оба они имеют nfc то редмика на фоне айфона выглядит таким молодцом даже очень хорошим таким покупаю редми нот 8 pro вы просто не переплачиваете за бренд вы получаете хороший телефон который имеет практически все те же функции что и iphone этот телефон может и умеет все что умеет iphone кроме некоторых моментов в плане камера в плане видеосъемки а так вы практически ничего не теряете да у вас нет этого яблока но у вас есть такой же хороший нормальный качественный телефон который ничем не хуже чем iphone вот в плане именно характеристик в плане цены своей за и цены качества а так не знаю iphone на мой взгляд стоит тысяч тридцать точно тридцатку прямо просто не жалко за него отдать за iphone xr ну просто не жалко про not точно не жалко он стоит тридцатку а вот уже выше как-то его сомнительно брать но реально вот именно на мой взгляд на этом будем заканчивать и это видео про то что покупая телефон за 50 тысяч и покупая телефон за 18 тысяч вы не сильно теряете как-то какие-то функции крутые у айфона есть море разных функций у редмика оба они хорошие и редмик но он хоть и бюджетный но он не сильно хуже айфона конечно айфон до лучше в некоторых моментах в плане камеры в плане там корпуса зато у редмика есть быстрая зарядка уже в комплекте есть чехол который нам изначально дается есть море разных камер разные там искусственные интеллекты а на айфоне просто хорошая камера качественная хорошо записывает видео намного лучше чем на редмике это даже ну глупо отрицать что айфона они все равно мне кажется больше для видеосъемки как бы созданы на них это все очень круто реализовано а на этом это как-то все не допилена он может снимать хорошо на мой взгляд но это просто не допилена в плане софта и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...